Дижону повезло, война обошла его стороной. Поэтому, хотя сначала покажу кое-что неожиданное и крутое, а потом мы зайдем в русский, вернее в украинский магазин во Франции и посмотрим, что там продают. Хочется рассказать все самое интересное, не знаю даже с чего начать. Привет, друзья, меня зовут Юлия и обо всем по порядку. Тухлой информации из Википедии тут не будет, расскажу только то, что вы не найдете в интернете. Я совсем не планировала в этот город заезжать, попала случайно, но я бесконечно счастлива, что мой поворот не туда завел меня в Дижон. Дижона повезло, война обошла его стороной, поэтому здесь очень хорошо сохранился исторический центр, потрясающая красота и много достопримечательностей, которые легко найти с помощью вот таких сов, указывающих направление к чудесным местам. Идя по стрелкам, мы с нашей семьей нашли случайно русский магазин. Это, конечно, не достопримечательность, но в последнее время большая редкость. К тому же историческая составляющая тоже присутствует. Здесь магазин Москов, а напротив него украинский магазин Лакомка, что удивляет, но и в то же время радует. Они совсем рядом, как в старые добрые времена. На магазине Москова объявление, что они переехали в Лакомку. Заходим в Лакомку и будто в детство попадаем. Телепорт в 90-е. Тут наше любимое мороженое, конфетки, что бабушка мне покупала и много всего. Уже не зря приехала. Идем дальше. Дальше будет еще круче. Я не планировала делать видео на канал, поэтому не так уж много кадров для вас, но самое важное все же покажу. Смотрите, через каждые полметра на тротуаре вмонтирована медная стрелочка, указывающая маршрут. И напротив достопримечательности установлена большая табличка в виде совы. Такие бы совы, да в каждый город мира. Ведь везде есть что посмотреть, но часто люди заранее не готовятся к поездке, как мы. Поэтому вот такая сова, как палочка-выручалочка, как бесплатный гид и путеводитель. Кстати, вы всегда читаете заранее про достопримечательности города, в которые вы едете. В Дижоне все настолько удобно, благодаря золотым этим указателям на земле. Для нас этот город стал открытием и очень сильно понравился, поэтому могу смело рекомендовать посетить его. Ну а вот то, что я хотела вам показать в начале видео. Я увидела это случайно. Смотрите, это место не прописано в путеводителях, нигде и никто об этом не говорил, а зря. В топовом месте стену дома номер 9 по улице Либерти украшает вот такая табличка. Иван Сергеевич Тургенев и Лев Николаевич Толстой. Мемориальная доска, напоминающая о пребывании двух великих русских писателей во Франции, была торжественно открыта в присутствии мэра Франсуа и потомков Толстого. Оказывается, Толстой и Тургенев входят в число любимых писателей во Франции. Их произведения можно найти в любом книжном магазине во Франции. А также произведения Пушкина, Гоголь и других русских писателей. Здесь Тургенев и Толстой жили и творили. Именно здесь стартовали новые этапы в творчестве русских писателей. Кстати, здесь есть место для загадывания желаний. Нужно потереть вот эту сову, загадать желание. Мне нечего загадать, разве что мир во всем мире. Но я это желание загадываю с детства, и оно, к сожалению, никогда не сбывается. Поэтому сейчас я вообще ничего не загадываю. Просто живу. Кстати, в этом городе есть площадь, на которой пять столетий подряд казнили людей. Правда, сейчас там топовая кафешка и много людей. И еще один немаловажный момент. Что купить в Дижоне? Я купила знаменитую дижонскую горчицу. Ее продают тут в каждом магазине. Долго искать не придется. В общем, Дижон это стоящее место. Можно смело добавлять его в лист желаний. Ну а если вы досмотрели до конца, то оцените видео лайком или комментарием. Всем спасибо за просмотр и компанию. Спасибо.